Здравствуйте! Это программа Рынки. С вами в студии Даниил Бавич. В нашем выпуске мы поговорим о российском рынке акций. Подведем коротко итоги дня, ну и итоги недели. Итак, к основным событиям. Уровень поддержки 1430 по индексу МВБ все-таки не устоял и неделю закрываем ниже. Но правда утешает, что снижение рынка в пятницу проходило при относительно низкой активности участников торгов. Лучше рынка за неделю выглядели акции региональных телекоммуникационных компаний. Впрочем, в пятницу они тоже отличились. Итак, итоги торгов в пятницу. Снижение по индексу примерно 1%. Объемы торгов, если мы возьмем вторичный рынок площадки МВБ, чуть менее 35 миллиардов рублей. Характерно, что в последние дни, когда рынок снижается, обороты мы показываем весьма более скромные, чем на росте. Это свидетельствует о том, что в принципе тренд на рост рынка остается. Растущий тренд свидетельствуется, когда у нас повышательный день на хороших объемах. Если идет снижение рынка на падающих объемах, значит, что просто рынок берет временную передышку. Так, скорее всего, и можно было бы характеризовать ход торгов, если бы ряд технических уровней по отдельным бумагам и по индексу не провалился. Так, в частности, уровень 1430 по индексу МВБ долгое время был уровнем своеобразного сопротивления и в последнее время он стал уровнем поддержки. Но вот в пятницу не устоял. Впрочем, возможно, что не стоит этому факту уделять чрезмерное внимание. Ну, а что касается общего настроения участников рынка МВБ, что практически рынок в последнее время стоит на месте, какого-то поступательного движения вперед нет. Вероятно, потому что на рынок просто-напросто не приходят новые деньги инвесторов. Об этом Сергей Усиченко. Мы стоим на месте, но, наверное, связано это с тем, что приходов новых денег нет. И хотя разговоры про это идут постоянно, но желающих вкладываться мы не видим. И поэтому мы фактически топчемся на месте. Если подводить итоги недели, то за неделю ничего на рынке не произошло. Индекс МВБ фактически не изменился. Индекс РТС изменился меньше, чем процент. Не исключено, что фактически такая динамика может продлиться и на следующей неделе. О том, что нам в грядущий день готовят, поговорим с Михаилом Макаровым, который у нас находится сейчас на прямой связи по телефону. Михаил, добрый вечер. Добрый вечер, Данил. Итак, вот говоря о перспективах нашего рынка, ну и глобальных рынков, что можно сказать на ближайшее время? Нас ждет масса событий. Заседание Федрезерва, плюс выборы промежуточных в Соединенных Штатах Америки в ноябре. Ну и между этими событиями еще ждет сезон отчетности за третий квартал. На ваш взгляд, какие перспективы у рынков для дальнейшего роста? Есть ли они вообще? Мне кажется, что особых перспектив для роста как американских индексов, так и тем более российских индексов не присутствует на ближайшие несколько месяцев. Я думаю, что сезон отчетности по США покажет, в общем, ухудшение общего фона. То есть отчеты выйдут хуже предыдущих. И, в общем, это вызовет такой существенный откат на рынках. Мы видим, что серьезно продвинуться выше уже длительное время не получается, с одной стороны. По нефти, я думаю, что 80 долларов за баррель будет на длительный период времени таким серьезным сопротивлением. И, в общем, если будут котировки выше 80, то недолгое время. А для российского рынка, я думаю, что есть еще дополнительные внутренние негативные факторы. То есть российский рынок в целом, мне кажется, более слабым, скажем, чем американский рынок. То есть если на американском рынке, может быть, это будет просто такая длинная консолидация, российский рынок, я думаю, может показать и такую глубокую хорошую коррекцию. Михаил, а в чем эти слабости российского рынка? Это что, отсутствие каких-то новых свежих идей, интересных для инвесторов? Или какой-то еще фактор, может быть, политический, страновой фактор? Я думаю, что тут два фактора. Во-первых, это существенные риски инфляции. В первую очередь, для нашей страны это существенно. Это риск значительного роста цен на продовольственные товары. Как следствие, я думаю, что это может вызвать новую волну обесценения рубля уже зимой, весной следующего года. И, конечно, политический риск, что, во всяком случае, для иностранных, например, инвесторов, я думаю, является серьезным ограничителем для стратегических покупок на российском рынке. Я думаю, что они предпочтут заменять паузу, может быть, один, а может быть, два года, до тех пор, пока более-менее четко не определится, каков будет состав следующего правительства и его, соответственно, экономические перспективы. Плюс у нас есть такой новый серьезный фактор, значительный дефицит бюджета, с которым придется жить. И 2011-2012 год уже, так сказать, говорят о том, что будут существенно ухудшаться налоговые условия для значительной части бизнеса. Это, конечно, тоже на рынок, я думаю, скажется негативно. Но это с одной стороны. В принципе, эти факторы могли бы привести, допустим, к очень существенному снижению акций. Но ликвидности достаточно. То есть деньги особо вкладывать тоже некуда. И мне кажется, тут парадоксально аналогичная ситуация, что на мировых рынках, на американском рынке, что на российском рынке. Как только происходит существенное снижение, возникает, так сказать, желание прикупить снизу, то есть купить подешевле. А с другой стороны, мотивов, например, стратегического роста выше текущих уровней тоже как бы нет. И вот и получается такая огромная, так сказать, волатильная болтанка, да, там снизу до верху и обратно. И мне кажется, что это может происходить еще даже несколько лет подряд. Михаил, то есть, грубо говоря, в ближайшие пару лет нас ждет флэт? Да, я думаю, что вполне возможно пару лет флэта. Мы не видим каких-то серьезных перспектив, позитивных в американской экономике. А все-таки при ее величине один Китай, я думаю, не способен вытянуть всю мировую экономику на какие-то вушкоренные темпы роста. А можно очертить по индексам границ этого флэта? Насколько широким может быть этот диапазон? Ведь он может быть как и узким, так и весьма существенным. Я думаю, что это широкий будет диапазон, то есть, там, скажем, от 1300 до 1500, там, по индексу ММВБ, то есть, ну, до 15% размах. Хорошо, спасибо вам большое, Михаил. Это был Михаил Макаров, управляющий Гранд Капитал. Ну, а теперь еще одно мнение, уже оно более краткосрочное, относительно перспектив российского рынка, высказал в нашей программе Елена Кожихова, аналитик компании АТОН. По основным индикаторам, если мы будем смотреть, например, индекс РТС и ММВБ, по-прежнему, в принципе, ситуация выглядит достаточно благоприятной в среднесрочном плане. По РТС картина складывается немножко другая, нежели чем по ММВБ, то есть, этот индекс подошел к нижней границе среднесрочного восходящего канала, поэтому, если в ближайшие, как бы, несколько дней мы увидим какое-то значительное снижение, то можно даже будет говорить о пробое этого канала. По ММВБ же все выглядит несколько более радужно, то есть, пока ММВБ находится выше значения 1360-1370 пунктов, в общем-то, можно в среднесрочном плане не опасаться, потому что восходящий тренд сохраняется. Ну, а в целом, для того, чтобы рынки как-то более значительно двигались, в общем-то, сейчас необходим более весомый какой-то драйвер роста. А вот драйверы роста есть в телекомах, в отдельных бумагах. Сегодня практически большинство МРК росло, и за неделю также они в лидерах роста. Это бумаги «Уралсвязинформа» и «Волготелеком». Мы видим в то же самое время, что в акциях «Ростелекома» существенная коррекция. Ну, здесь история на этой неделе с уходом главы связи «Инвест» Евгения Юрченко, в общем-то, такая история весьма любопытная и детективная. Она продолжает разворачиваться, и на поверхность выходит лишь небольшое количество реальных фактов. Посмотреть еще можно на некоторые другие бумаги. Стоит отметить, наверное, акции «Полюс золота» и «Полиметалл». Акции «Полиметалл» одни из лидеров роста на фоне роста золота и серебра. А вот «Полюс золота» среди отстающих на фоне не очень хорошей отчетности, которую, кстати, получили мы сегодня. Ну, и также изменилось руководство в «Уралкале». Туда пришел Александр Волошин. Акции смотрелись несколько хуже рынка на неделю. То же самое можно сказать о «Норильском никеле», «Лукоиле» и «Транснефте». Везде есть своя история. На этом у нас все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова